7 часов утра, мы уже позавтракали. Завтрак так ничего себе был. Пойдёт. И вот мы продолжим наше путешествие дальше. Короче, мы приехали в Walmart купить цепи, потому что там дальше, говорят, без цепи нельзя ехать. А у нас нету зимних шин, поэтому надо купить их. Так, мы идём в товары, где продают всё для спорта, для машин. Здесь продают эти цепи, мы взяли за 99, потому что, говорят, за 57 надо ещё что-то к ним докупать. Сейчас будем выезжать на Дады Хайвы и обратить внимание, какие горы уже появились. Все в снегу. И в 8 часов, почти 9 часов нам ехать. 8.48. Это если не останавливаясь. Мы выезжаем из этого городка, рейтинг. Городок такой аккуратненький, мне даже понравился. Продолжим наше путешествие. Сегодня тоже выходной день, в ходе понедельника. Мы надеемся, что снова не будет достаточно загружен на трассу. Это мы, по-моему, уже подъезжаем к озеру Шаста. Оно большое, мы как-то на него заезжали и дамбу снимали. Видите, как природа уже изменилась с горкой. Видите, леса, бойные. Видите, леса, бойные. С той стороны город. Сразу за этим мостом. Там очень даже неплохая будет растерия, где мы как-то останавливались с подругой. И ели. Место сказочное. Солнце здесь осветилось. Был, они такие уже краски яркие появились. Возрогащих видать. На бочнах уже снег лежит. И на горах уже снег лежит. Это мы еще не выехали с лучшей Калифорнии. Туман так стелется над горами. Солнце припыкает. Может быть мы пока доедем до того места, где нужно одевать цепи. Там уже все подтает. О, здесь вообще уже самое цепелое бело. Сколько градусов за борту? 39. Ну, это, наверное, уже... Нет, еще плюсовая температура. Это пока реки, это 39. Солнечная Калифорния. Снег, снежок, снежище. Конечно, там залезная дорога проходит. И речка. Погода так резко испортилась. Сегодня его затянуло. Какой-то туман начинает надвигаться. И мне, нам это очень не нравится. Траки какие-то цветные, яркие. Стоят. То ли продаются, то ли в ренку можно брать. Так, решили сойти. Здесь вот в Сити Вильд. Надо ехать в Старбакс. Кофе взять. Вот тут вдоль дороги. Тут и Макдональдс есть. Дальше. По-моему, дальше. Или сюда. Увидела, да? Вот, Старбакс. Здесь и заправка, и еда, и тут траков полно стоит, отдыхает. Ну и мы заедем сюда, вот, Старбакс. Если он открыт, конечно. Ты хочешь Drive Thru? А, можно и зайти, можно же Drive Thru, что-то хочешь. А мне всё равно. Давай. Stretch сделаем. Давай. У нас у нас такая opportunity. Работает. Снега-то сколько, ого-го. Можно ноги промочить. Хеллоу. Старбакс зайдем. Ты себе кофе бери, я не буду. Не буду. Нурс Портланд. На 5й хайвей. мы с этим другом поезжаем одновременно а здесь уже все желтизна, небольшой холм и снега нет и Максмитлеса но это еще Калифорния уже скоро мы подъедем к границе Орикона но еще по Калифорнии по Калинии вот какая разная Калифорния без снега все-таки лучше ехать и как-то спокойно в нормальных условиях содержит скот дракончик какой природа творит чудеса перевозит свою яхту вот это везут Сискию это город так называется видимо снова полезли в горы вот поезжаем друзья это штат Орикон и покидаем Калифорнию и штат Орикон нас встречает и за горами и со снегом говорят, что где-то там закрыта дорога но пока что мы видим транспорт идет с той стороны может быть все обойдется кажется мы скоро покинем это мрачное мрачное место там смотрю солнечко светит уже небо голубое проглядывает да небо прочистилось и я смотрю мы будем ехать при хорошей погоде это хорошо какая хорошая погода установилась прям мгновенно поменялась так здорово все-таки когда солнце приятнее ехать да и менее вероятность что дорога скользкая будет сходим в трассу вот такие клубы туч впереди нас будут ждать мы решили заехать на заправку можно лучше было смотреть 3 заправляй мобайл 3 а шеврон не знаю а шеврон тоже 3 3,79 отлично заправимся да где дешевый бензин self-service вот туда прямо ау мы же в орегоне они должны они что-то не стоят здесь а орегон вон дешевый бензин обалдеть нам осталось 439 миль до отеля выскакиваем снова на пятый хайвей и погнали но места здесь красивые снег на макушках лежит впереди снова погода портится похоже туман скоро мы едем снова в плохую погоду недолго мы ехали при солнышке так вот фермеры живут так вот фермеры живут Трафика нет Сколько хонды везут с этой Здесь два трака огромных И там сзади еще трак идет Два трака там тоже идет с хондой А здесь везут куда-то, торговать будут Мы въехали в зону таких солидных Лесов убойных Да, леса такие серьезные Драва какая сочная, такая яркая Обалдеть Очень все туманно Видимость плохая Становится, ну хоть на трассе хорошо видно Это радует Зашли вот в такую мексиканскую забегаловку Чтобы перекусить Это прям тоже рядом с заправкой Заказали стейк Пахитос и тутакас Приятного аппетита На редкость мы поели неплохо в этой забегаловке Даже очень вкусно было Ну теперь уже до самого вечера Будем спокойно ехать Разные цвета зеленого Яркий Потом какой-то бледный Туда там темно-зеленый Краски Всякие Мы приближаемся Юджин город Называется А там что-то красное все Не знаю, чем там связано Ну, по крайней мере, едем Все Какая красота И мы вляпались в этот Пробку Иди влево От траков подальше Все Тут мы будем Видимо, долго стоять Вот в районе Юджина Пятый хайвей стоит Полностью стоит И там, вот смотрите, сколько машин сзади нас И здесь И мы не двигаемся Что там такое произошло, не знаю Уже стоим час в пробочке в такой И неизвестно, когда мы еще поедем Очень печально Все-таки ехать гораздо интереснее, чем стоять Что случилось? Через полутора часов Мы все-таки тронулись Едем И едем хорошо Тут сегодня сглазит Уже замучились стоять Вышли здесь Вот на Шелл Чтобы сходить Купить какие-нибудь себе Закусочки И купить Воду купить Потому что там дальше Слово пробка А нам еще ехать И ехать До Нашего отеля Набрали Вроде бы ничего не набрали Но что тут мы взяли Вот На 32 доллара Обратите внимание Как звентили бензин Потому что За трафике народ стоит Пойдем на хайвей Хайвей вроде движется Это уже радует Радость была у нас Наша недолгая Вот мы снова Уже и останавливаемся Но сейчас хоть Набрали всякого Всякой закусочки Жизнь повеселее Машина это автопилот И смотрите У моей дочери Ноги подняты Машина сама едет Сама тормозит Останавливается Ну и сама В трафике Вот в таком Очень удобно ехать На такой машине Не надо Ни на педали Ни на куда нажимать Стоим Потом Хватаемся И несемся Не знаем причину Почему мы останавливаемся А потом На большой скорости Несемся Вот снова останавливаемся Даже интересно Может там где-то пропускают Частично Ту сторону Потом нашу сторону Непонятно Снова мы Встанем Говорят здесь Ледяной дождь прошел Но мы вот поехали По другой трассе Я не знаю Лучше ли мы сделали Ледяной дождь И здесь будет Такая же трасса Вот мы все здесь стоим Едь осторожно Потому что у нас Дорога тоже может быть Скользкая Здесь Все Все В Уине Все Мы ушли с Хайвэя Решили объехать Небольшую Небольшой участок Чтобы не стоять Говорят Здесь прошел Ледяной дождь И из-за этого Вот трафик Очень красиво Все смотрится Здесь Ни светофоры Ничего не работает Ты, Аня, поехали Вау Да Дерево даже сломалось От тяжести Мы как в сказке Да, это точно Как погнуло деревья Некоторые ветки поломались Потому что тяжелые Все во льду Остановись возле дерева Посмотри Да, я с ней Поду Зимняя сказка Как эта гора тут называется Знаешь? Деревья, конечно, пострадали Сильно Здесь тоже у нас будет трафик Видите, дорога какая И очень хорошая Не подъезжай близко Когда мы еще посмотрим Этот Зимний лес Ледяной лес Все во льду И под тяжестью Ломаются ветки Деревья Дерево поломалось Сколько веток обломилось Хрустальный лес Хрустальный лес И трафик Трафик все, конечно, портит Хрустальные деревья Хрустальные кусты Хрустальная дорога Зима Ты не скатывайся на тот Самый Ты едь вот по этим Двум черни У меня опыт Совета Ты хочешь поехать? Да и сама За своей машиной Что я, что ты Пятый хайвей Стоит Видите Дорога ледяная Большие машины Траки подевали Цепи У нас цепи есть Но мы, конечно, не одели Стоим В смысле Едем Но очень медленно Короче, мы на хайвее Застряли Стоим, можно сказать Нам ехать еще Пять часов За Светлому уже точно Не приедем в отель По расписанию Планировалось часов пять быть А будем Пол одиннадцатого Уже темно Мы уже четыре с половиной Часа в пробке стоим Ледяной дождь Все ледяное Мы, короче, не можем Ехать нормально Заехали на заправку Бензин весь Три пятьдесят девять Это шил За галлон И пытаемся Одеть шины Смотрим Ну, вроде бы, натянули А там Хрен дай Правильно Нет С цепями Провозились целый час И когда стали Выскакивать на Хайвее Они у нас так Загремели Что мы напугались И сняли цепи Сейчас едем Без них На свой страх и иск Правда, едем Медленно Аня позвонила В отель Сообщила им Что мы приедем В час тридцать ночи Чтобы отель За нами остался Сейчас проезжаем Котланд И от Котланд Нам еще останется Наверное, часа два До нашего отеля Так Переезжаем через реку И попадаем В штаб Пашют Все Наконец-то мы приехали Заселяемся в отель Очень холодно На улице Но снега нет Это уже радует Это лобби Очень приятный Каминчик здесь Короче Идем на элеватор О, это наш номер Отлично Заходим Свет включаем Две кровати Туалет Ванна Нормально Платин Спал В общем-то Где-то Как-то так Спать будем Замечательно Наконец-то Мы приехали Короче Устали Ужасно Ребенок 15 часов За рулем Был Я ее не меняла Потому что Вечера Ночью Я не могу Водить машину 7 часов пробки Ладно До завтра Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому